Лига постскриптум Прямо сейчас в студии появится председатель правления хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска Геннадий Величкин, заслуженный тренер России Федор Конорейкин и любимый журналист Владимира Плющева Алексей Шевченко. Итак, отставок в континентальной хоккейной лиге стало меньше, причем не только в КХЛ, но и во всей системе нашего хоккея, потому как в ВХЛ всего лишь одно увольнение, это Геннадий Цигуров, покинувший Ладу. В молодежной лиге три смены тренера, причем ни одну из них нельзя так в полной мере назвать отставкой, потому что там было увольнение и по собственному желанию, и был переход из молодежной лиги в высшую лигу. Так что этот процесс у нас сегодня приобретает такие намного меньшие формы, чем это было ранее. И я обращаюсь ко всем нашим сегодняшним гостям. Добрый вечер, во-первых. Ну, а во-вторых, в чем причина? Давайте попытаемся разобраться, почему тренеров стали меньше увольнять в этом сезоне? Может быть, более грамотно стали прописываться контракты? Может быть, руководители стали мудрее? Ну, или что-то еще происходит, и это все случайность, и в следующем году вновь отставок будет больше 10-12 за первые два месяца? Есть мнение на этот счет? Алексей, давай с тебя начнем. Да, я думаю, что просто все клубы стали еще более серьезными и стараются не ошибаться летом, когда назначают тренеров или подписывают с ними контракты. То есть все ждут, что до последнего, если мы посмотрим на Карлсона, который ушел из Матич, то ему дали 6 поражений или 7 поражений, да, подряд было. То есть все надеялись, надеялись, уже уволили, когда выхода не было. Я думаю, что просто клубы стали посерьезнее в этом плане. Геннадий Иванович, а вы как думаете? Ну, вот вы, задавая вопрос, сами практически перечислили все положения. Совокупность причин. То есть это и более взвешенное отношение к подбору, это более конкретные уже контракты, в котором прописаны все нюансы. И сегодня тренеры, это такой, знаете, довольно эксклюзивный, будем говорить, ну, штучный, что ли, даже товаром трудно назвать, но штучная профессия эксклюзивная, которая, в принципе, себя оценивает правильно и уже в контрактах это все прописывается более грамотно, более конкретно. Организован профсоюз защиты тренеров, это тоже, наверное, немаловажно, и, в общем-то, это способствует более трезво и правильно подходить к позиции тренера. Ну, и еще момент то, что каждые команды ставят перед собой цели и задачи перед сезоном, и они разные, разноплановые, поэтому вот одни тренеры находятся в более таком зоне, в более зоне риска, вторые, в общем-то, находятся в более такой умеренном ритме жизни. Ну, прежде чем перейти уже к каким-то конкретным случаям, которые произошли в этом сезоне, давайте вспомним самые яркие отставки, которые в континентальной хоккейной лиге происходили. Их всего за пять неполных сезонов произошло 45, и самые главные, самые интересные из них в нашем следующем видео. Клубом, который всегда любил громкие и, мягко говоря, неожиданные отставки, в российском хоккее был и, наверное, будет Омский «Авангард». В свой первый сезон в континентальной хоккейной лиге «Сибиряки» провели под руководством трех разных наставников. Причем один из них, Игорь Никитин, побывал в роли главного дважды. В третьем сезоне КХЛ «Авангард» вновь удивлял. Райма Сумманин устраивал всех – и болельщиков, и руководителей клуба. Устраивал везде – и в регулярке, и вплоть до шестого матча полуфинала «Востока» с «Магниткой». А к седьмому, решающему матчу серии, финский тренер распрощался с мячами. По неофициальной версии – из-за конфликта с Ярамиром Ягром. По официальной – да когда у нас в официальных версиях было что-то интересное. Апофеозом тренерских чудачеств в Омском клубе стал прошлый сезон и межсезонье нынешнего. Ростислав Чадо, который сумел наладить команде игру в обороне, был уволен с формулировкой «за незрелищный хоккей». Видимо, руководителям «Авангарда» было мало хлеба, то есть результата. Им понадобились и зрелища. На его место пришел, весь в белом и под фанфары, изгнанный полгода назад Райма Сумманин. Финн довел мячей до финала, проиграл в седьмом матче, подписал новый контракт и разорвал его еще до начала сбора. Впрочем, «Авангард» он не один такой. В сезоне 2010-2011 московский «Спартак» решил избавиться от своего всего. Сердце красно-белой команды, лучшего тренера, слуги царю, отца солдата, да каких только эпитетов не придумывали для Милоша Ржиди поклонники команды из «Сокольников». Чех быстро нашел для себя новый контракт в «Атланте», увел в подмосковный клуб целую группу «Спартаковцев» и добился результата. Финал Кубка Гагарина и серебряную медаль. Свои тренерские тараканы есть и в голове минского зубра. В местном «Динамо» тренер либо иностранец, либо Андреевский. Причем тенденция такова. Если наставник минчан еще и тренирует сборную Беларуси, то это все ненадолго. Так было и с Хенлоном, так случилось и с Хейкеля. Единственным тренером, который продержался в Минске достаточно долгое время и давал результат в виде попадания в плей-офф, является Марик Сикора, который вернулся в клуб и сейчас, пока в качестве консультанта. Ну и напоследок еще об одном тренерском каламбуре из прошлого сезона. Место действия – Череповецк, клуб «Северсталь». Главное действующее лицо – Дмитрий Квартальнов. Прямо перед первым матчем плей-офф, четвертьфинала западной конференции с «Атлантом», руководство клуба решило отправить его в отставку, даже не удосужившись придумать причину. А причину найти было трудно. Квартальнов неплохо провел регулярку, вывел «Северсталь» в плей-офф на соперника, который был череповчаном вполне по зубам. Его место занял помощник главного – Александр Смирнов. Серию «Атланта» он проиграл, а через несколько месяцев он же возглавил клуб из Московской области. А сам Квартальнов ушел в Сибирь, и его новая команда сейчас в лидерах Восточной конференции. Заслуженные ветераны и эксперты очень любят упрекать лигу и клубы в засиле иностранных тренеров, особенно финских тренеров. Но вот теперь одним финским тренером стало меньше. Карри Хейкель уволен из Минского «Динамо». Его функции выполняет пока может быть временно Александр Андреевский. Сказать, что Карри Хейкель – такой плохой прямо тренер, ну, наверное, нельзя, потому что ведь все-таки человек дважды доходил до финала, играл там с локомотивом, пусть и не выиграл. Алексей, есть у тебя какое-то понимание, что не получилось у Хейкеля в Минске именно? У меня вот непонимание, как Хейкеля находит работу в КХЛ. Честное слово. То есть результаты вот эти два финала, они ни о чем не говорят? Не знаю. Вот я не понимаю, как он находит работу, и вот это не укладывается в голове. Я прочитал его интервью, он еще хочет найти работу в КХЛ. Мне будет любопытно взглянуть на этот клуб. Не знаю, в Минск не показатель в том смысле, что в Минске я у них системы не понимаю. То белорусов они хотят для сборной, то и иностранцев у них много. Там нет системы, и вот только Сикори удалось команде… Дело не в Хейкеле. Дело, думаю, не в Хейкеле, в Минском случае. Но сам Хейкеле, конечно, большой сюрприз для меня, что он работает в лиге до сих пор. Ну вот уже и не работает. Ну вот, сюрпризов нет больше. Во время локаута сейчас в Минск приехали довольно именитые легионеры, иностранцы. Это Рина, это Кейн, это Павелский. И, Геннадий Иванович, вот вы, например, пошли другим путем у себя в Магнитогорске во время локаута. Вы позвали в первую очередь доморощенных воспитанников. Малкина, Кулемина, Гончар также приехал. Вот если сравнивать какие-то вот эти стратегии, получается, что для вас в первую очередь было важно не имя, ну понятно, что по Малкину, может быть, там вопросов нет, да, не имя, а то, что и это какие-то ваши родные хоккеисты. Потому что, например, вместо Гончара можно было все-таки кого-то мало уже, например, взять, да? Но вы почему именно такие сделали приоритеты? Ну, во-первых, там достаточно много тоже все это сходится в один пучок. Ну, прежде всего, помоложе, я не думаю, что Гончара можно назвать по игре, что он не молодой. Посмотрите, я об этом где-то уже говорил, что посмотрите, как человек катается, как он входит в зону и как, совершенно удивительно, у него никто не может отобрать шайбу и практически ошибок нет. Он хороший игрок, и он не старый игрок по тому, когда находится на льду. Ну, а почему Гончар? Ну, наверное, потому что он уже играл, потому что мы его хорошо знаем, это первое. Второе, они очень дружны с Женей Малкиным, и тоже, как бы, было взаимное такое желание быть вместе, такое, ну, присутствовало при разговорах с тем же Евгением. Ну, и потом, с нашим тренерским штабом, как бы, этот вопрос тоже был согласован. Как вы смотрите, что это, если это будет сзади Гончар? Сказали окей, поэтому так все и сразу. Получается, что все равно не игровые качества были для вас, в первую очередь? Нет, игровые. Игровые. Тренеры оценивали игровые. А мы оценивали, кроме игровых, еще и, ну, как бы, психологически комфортные условия, чтобы игрок, ну, с удовольствием приходил, играл и получал от этого. И мы знаем, какую отдачу Гончар может нам дать. Я задаю этот вопрос, просто чтобы сравнить с минской стратегией, куда не приехали Гробовский, не приехали Костицыны, например, да. Но приехали вот Кейн, Рина, Павелский. И был вопрос Игорю Матушкину на этот счет, почему вы, например, берете иностранцев, а не своих. И я просто процитирую ответ Игоря Матушкина, спортивного директора клуба. В данный момент команде необходим центр-форвард. Эта речь уже шла после Кейна, до Павелский. Необходим центр-форвард. Вторая позиция – это защитник, а уже только потом крайне нападающий. С одной стороны, хотелось бы видеть у себя Костицына-младшего. С другой – команде требуется усиление на конкретной позиции. И вот получается, что по этим параметрам Костицын в Минск и не подошел. То есть, вот, на ваш взгляд, если бы вы были в Минске, эта стратегия не очень верная, получается, так? Ну, не очень хочется думать за Минск. И за Минск думать – неблагодарное дело. Потому что там думают совершенно по-другому, Алексей это уже заметил. Не так, как думаем мы. Ну, просто, например, из-за того же Малкина, который к вам приехал, вы сейчас лишились Алексея Кайгородова. Нет, ну, я не думаю, что это из-за Малкина мы его лишили. Ну, а как это же центральный нападающий, который перестал попадать в состав теперь? Малкин уедет, а Кайгородов тоже уже не вернешь его. Ну, вообще, это отдельный вопрос такой. И не очень бы хотелось мне об этом говорить. Но с Алексеем мы очень хорошо расстались. Просто Алексей, наверное, понимает, что... Ну, наступает такой момент в жизни любого человека, что он сам попросил обмена. Он попросил обмена. И мы посмотрели всю ситуацию изнутри. Потому что Алексей играл этот сезон последний. Что следующий год однозначно он, ну, как бы... Я думаю, что Алексей не собирался подписывать. И смысла уговаривать вот это вот с трудом с таким. То есть, чтобы Леша нервничал, чтобы в команде мы все нервничали. Когда он то играет, то не играет. И осознавая, что он доигрывает этот сезон, а следующий сезон уйдет, наверное, я считаю, что это правильное решение. И Алексея было, прежде всего. В том числе и мы совместно, и тренеры, и менеджеры, и хозяева клуба. Ну, возвращаясь все-таки к тем инхиостам, которые приехали, вернее, не приехали в Минск. Это Гробовский и Костицын. У Гробовского, я просто знаю эту ситуацию, приоритет был даже не Динамо Минск первого, а юность. Юность в ХЛ. Да, и там очень большая страховка у него, которую клуб не потянул. То есть, там Динамо Минск было третьим в очереди, кто им интересовался. А первыми кто тогда был? Вот юность и, по-моему, Динамо СВА. Да, Борис Крикуновский. Вот, два клуба. Ну, получается, что Минск потянул страховки иностранцев, не потянул страховки своего? Я не знаю, почему они вот так, а с вратарями у них? Вообще, конечно, правы, наверное, Федор Леонидович и Алексей, что, конечно, все ждали, что они будут играть там. Все ждали, но это логично было бы. Конечно, хотелось бы посмотреть, чтобы в Минске играли больше белорусских ребят. Это они тех канадцев, которые они сегодня набирают. Борис Крикуновский, может быть, еще не так много матчей сыграл и какого-то такого целостного впечатления о себе не оставил. А вот Ирина и Кейн уже успели наиграть, успели запомниться. И давайте самые яркие моменты с их участием мы сейчас посмотрим. Моменты, на самом деле, неоднозначные, потому что вот, например, ситуация, когда Пета Ринни действительно выручает свою команду. Отличный сейв. Это игра против Нижегородского Торпедо и бросок в ближний угол от Роберта Нильсона. Ну и еще один момент из того же матча против Торпедо. Тоже, я думаю, вопросы в первую очередь именно к вратарю. Несчастный случай, да? Ну, пусть и несчастный случай, да. Ну и еще раз смотрим этот эпизод. Та же самая игра против Нижнего Новгорода в Минске. И это гол Артема Чернова. Ну, это вратарская шайба, конечно, да. Ну, такие эпизоды неоднозначные, да. То есть, где-то выручает, действительно, где-то играет здорово, где-то, ну, вот такие шайбы в его вороты залетают. Про Кейна то же самое, в общем-то, можно посмотреть и увидеть эпизоды с его участием. Вот матч со Спартаком, который Кейн закончил с показателем полезности минус три. Матч, который был проигран Минчанами. Матч, после которого там болельщики дожидались игроков. Ну, и видим мы, как Эван Деркейн принимает участие в трех пропущенных шайбах своей команды. Здесь такой выход, получается, у Спартака в атаку, который начался с отбора шайбы у Кейна еще в зоне нападения. Здесь вот он вроде бы добежал обратно до ворот, но не сумел там ничем помочь. Следующий момент, опять же, звено с Кейном на площадке. Потеря в зоне нападения. Ответ на атаку Спартака гол. В связи с этим вот такой вопрос, что, может быть, Хейкель стал в каком-то смысле заложником той ситуации, когда вот приехали именитые хоккеисты. Надо ставить состав. Игроки, очевидно, не готовы. И в итоге происходит то, что привозят шайбы в свои ворота. Есть какой-то момент? Я думаю, что отставка Хейкеля вообще связана с какими-то потусторонними моментами, которых мы... Не связаны с игрой вообще? Да, которых мы никогда не узнаем. И если узнаем, то только лет через 10. Просто я посмотрел моменты. Мне вот про ворота говорили, что это один из лучших ворота сейчас в НХЛ. Ну вот, не давайте ему бросать с отрицательного угла. И все, с центра он нормально ловит вроде. А Кейн... Вот про Кейна я ничего не знаю. Я не смотрел за НХЛ. Но обычный хоккеист. А что у нас? Все должны, кто из НХЛ приехал, должны играть здорово. Разве Паникаровский, Федотенко, иногда Малкин, иногда Кулемин. Всегда здорово играю. Да нет. А Кейнуш это уже далеко не Малкин. Федор Лениневич, вот вы как тренер, представьте себе такую ситуацию. Вы тренируете команду. Приезжает вам в помощь вот так на время локаута три человека. Люди еще не набрали формы. Что делать? Ставите их в состав. И таким образом через игры давайте им набирать форму, как говорил Хейкеля. Или все-таки пусть лучше посидать где-нибудь потренируется. До окончания локаута. Может быть, да. Ну, во-первых, скажем так, что это финансовая сторона. Игрок приобретен и, в общем-то, заплачет ему, наверное, хорошие деньги. И поэтому здесь взаимосвязано. Другой вопрос, если оттанцовывать от тренера. Это уже твоя позиция. Если ты видишь, что игрок не готов, то, наверное, его сначала надо подтянуть. До какого-то уровня определенного, чтобы, выходя на лед, он мог приносить результат, а не держать на льду игрока неготового, который будет работать в ущерб команде, в ущерб всему делу, которое стоит перед тобой. Поэтому здесь тренер должен определить для себя, что ему надо. Я думаю, что тренер также участвует и в том подборе игроков, которые приобретают клуб. Его мнение, оно, в общем-то, тоже присутствует и, в общем-то, является одним из главных. На какую позицию он видит, какую пользу будет приносить этот игрок. И поэтому тренер идет потом в связке с этим игроком. Ну и вот как вы думаете, у Александра Андреевского, я всем задаю вопрос, что-то получится сейчас в Минске, у него была одна уже попытка, там, в общем-то, получилось так, что особой разницы мы не заметили. Вот теперь Андреевский снова. Есть шансы? Шансы есть. Для того, он и дан сейчас Андреевскому, чтобы этим шансом он воспользовался. Он, в общем-то, в системе клуба уже давно находится, уже был первый заход, пробуя, в общем-то, работы как главного тренера. Сейчас он еще прошел вот эту, скажем так, стажировку и с Сикорой, и с Хейкеля, и, наверное, уже надо выходить на новый уровень. Да я думаю, что, зная трансферную политику клуба, там, Андреевский, долго работать не будет, там найдут какого-то человека, если не договорятся с Сикорой. Единственная проблема с Сикорой, я как понимаю, здоровье самого Марка. То есть, сможет ли он работать по полной программе, не сможет. Если не сможет, то они найдут кого-нибудь. До конца сезона прямо найдут? В смысле, я имею в виду, не дадут Андреевскому доработать до конца? Нет, конечно, вряд ли, вряд ли. Я думаю, Хейкеля могут вернуть снова. Хейкеля вернуть? Ну, к примеру, я говорю, что это будет любое решение, которое мы сейчас не сможем предсказать. Как было с тренером Гарднером, которого уволили? По-моему, он даже ни одного матча не провел, в межсезонье уволили. Итак, Хейкеля стал первым, кто был уволен в этом сезоне, но в сентябре постоянно шли переговоры о том, что, может быть, Сафин уволен, Матиканин, может быть, уволен Крикунов. И еще там постоянно об этом мы говорим. Однако все они продолжили свою работу. И не зря вспоминали о профсоюзе тренеров, потому что у нас есть такая теперь организация. Может быть, именно этот профсоюз приложил руку к уменьшению количества. Вы, кстати, член профсоюза, Федор Леонидович? Я сейчас пока не действующий тренер, поэтому не член. Может, вы поэтому и не действующий тренер, что не член профсоюза? Может быть, можно сначала вступить. Правда, я не знаю, какие проценты надо отдать. Сначала надо владеть информацией, что отдавать, из чего. Понятно. Мы позвонили Аркадию Алексееву, который является главой профсоюза тренеров континентальной хоккейной лиги, и уточнили, просто какое значение имеет профсоюз в нашей хоккейной жизни. Давайте послушаем. В случае увольнения тренер никакими финансовыми гарантиями не обладал. То есть, все было по личной договоренности. То есть, есть хорошее отношение с руководителем клуба. Выплатят ему в лучшем случае за месяц, за два месяца. Редкий случай, когда клуб шел на встречу и выплачивал до конца сезона тренеру компенсацию за расторжение контракта. Каждый клуб заключал с тренером свой контракт. Там были контракты на одном листе, как говорится, и на двух бумажках. То есть, никакие условия прописаны практически не были. Такая же ситуация была, пока они не создали профсоюз, была в европейских лигах. Это было и в Финляндии, еще и в Швеции. То есть, у них такая же была система. До создания профсоюза тренеров были массовые увольнения. Сейчас, с принятием, с созданием департамента по работе с тренерами, здесь уже работа, как говорится, пошла более в конструктивное русло. В случае увольнения тренера, значит, клуб обязан ему выплатить 100% заработной платы. Если у тренера, значит, контракт заключен на два года, то есть за первый сезон 100%, за второй 50%, и если есть, например, три года или четыре, за последующие по 25%. Я считаю, такое громкое дело было с Андреем Хомутовым, когда Борис отказался выплачивать ему заработную плату, он расторг с ним контракт. Были долгие переговоры. Борис, даже, наверное, вы знаете, подавал, обращался в гражданский суд, ну и настойчивая позиция профсоюза сыграла свою роль. Борис согласился, закрыл все долги перед Андреем Хомутовым. И Андрей Хомутов уже получил первую часть заработной платы, это вот буквально произошло в сентябре. Да, они являются членами профсоюза, и Хейкеля, и Карлсон, но здесь от них обращения не было. Я думаю, там все вопросы решатся цивилизованно. Можно порадоваться за Андрея Валентиновича. Хейкеля был первым, Карлсон стал вторым. Вместо него теперь в Атланте Александр Смирнов уже дебютировал. И, в общем-то, неплохо Атлант провел свою встречу против СКА, хотя все равно снова проиграл. Алексей, как ты думаешь, отставка Карлсона, это было такое уже предрешенное событие еще в момент его назначения? Да, это абсолютно... Как он стал работать, тоже непонятная ситуация. Но там ведь помнишь, в прошлом сезоне у него была победная серия, очень приличная. Ну да, ну вот, эта победная серия позволила ему отработать до конца октября. Карлсон, насколько я знаю, у меня есть знакомые ребята в Атланте, Карлсон с ними вообще не разговаривал. Я не знаю, главный тренер может не разговаривать вообще с хоккеистами? То есть не обсуждать с ними никаких вопросов, там, я не знаю, здоровался он с ними или нет, но там дошло до того, что ребята пошли предлагать ему какие-то тактические схемы новые. Но это, ну, я не понимаю, что за тренер, которому там еще предлагают, а он с ними не разговаривает. Никакого контакта не было, все были... И вот показательный пример, мне хоккеисты в открытую, то есть под диктофон говорили, ну вот, наконец-то убрали тренера, и теперь мы заиграли по-другому. Первый матч при Смирнове, мы заиграли по-другому. Я не знаю, зачем его назначают, вот, наверное, вопрос к генеральному менеджеру и вообще к менеджменту клуба, что они делают с командой. Я знаю, что ты на этой неделе общался и с Николаем Жердевым в том числе. Вот эта небольшая проблема с мышцами бедра, как это было озвучено, это действительно было или это вот какой-то конфликт, который... Николай говорит, что было. Я знаю, что, ну, не такие уж это проблемы с мышцами бедра были, чтобы не играть. Он просто последние там матч, два матча ему тоже надоело. Там многие на грани были ему, и Санди Созелинш ходил. Так он только пришел в команду, уже сразу на грани? Ну, нет, он увидел, посмотрел, бывший генеральный менеджер сборной, не забывайте, в Латвии. То есть команда сливала тренера? Ну, не сливала, сливать-то что им сливать? Главное, зарплату получать. Я думаю, что просто общее недовольство друг другом, все это сыграло роль, и вот эта серия, и закончилась логичной отставкой, которая была логична еще в момент его назначения. Федор Леонидович, вы вас ведь тоже в свое время увольняли из Атланта. Ну, понятно, что там какие-то люди уже поменялись, да, но может быть, есть у вас какое-то ощущение, почему вот такая осенняя отставка в мытищах уже становится традицией? Каждый год что-то происходит, кого-то увольняют. Ну, первое, то, что тренера назначают, чтобы когда-то уволить, да. Второе, то, что результат перед тренером, это первое, которое руководство ставит. Что касается Атланта, то перед Атлантом всегда ставятся большие задачи. Когда вот образовалась лига, с первого дня, значит, Атлант, перед Атлантом была задача стать одним из сильнейших клубов, в общем-то, лиги, и амбициозные эти программы, они подкреплены, в общем-то, и финансово. Поэтому, наверное, руководство не было довольно работой вот Карлсона, и из-за этого произошла эта отставка. Но я имею в виду, почему каждый год это происходит? То есть каждый год люди назначают тренера, каждый год его увольняют. Ну, здесь трудно понять, в общем-то. Это, наверное, надо спросить у руководства Атланта, почему это происходит. Я к тому, что вас ведь тоже оттуда увольняли, может быть, вы знаете что-то. Ну, я думаю, что в Атланте, проработав больше два с половиной года, это, в общем-то, немалый срок по теперешним меркам, скажем. Атлантовским. Да. Так что... Александр Смирнов теперь, опять же, в качестве исполняющего обязанности, это его третья попытка быть главным тренером в Северстале. Он несколько матчей против Атланта, кстати говоря, провел в плей-офф нефтехимик, он тренировал. Ну, вот теперь уже сам Атланта, опять же, есть понимание, может ли получиться у Смирнова, если, как мы говорим, игроки были против Карлсона, а за Смирнова ли они тогда или нет? Я тоже очень удивлен, что Александр Смирнов уже три клуба потренировал. Но, судя по тому, как они реагировали, хоккеисты, после первого матча со СКА, все там довольны. Но я тоже, опять же, не думаю, зная менеджмент Атланта, что Смирнов будет работать. То есть, я почему-то уверен, что ему ищут замену, и эта замена будет необычная, которая закончится в октябре. Кари Хейкелю могут позвать. Да, в октябре следующего года его уволят. Я говорю, там проблема не в том, что они с тренерами не могут определиться, там менеджмент, очень странный менеджмент. Я знаю генеральных менеджеров, Геннадий Иванович, Сафронов есть в Динамо. Я понимаю, я вижу, что они делают, и там какие-то ошибки допускаются, но это ошибки рабочие. Но тут вот полная Карлсон, Густавсон. Густавсон, который не работал с клубами и провалил Лугана, он там был, назначается в Атлант, увольняется. Приходит Карлсон, которого вообще никто не знает. Теперь Смирнов. Темный лес. Ну, сам факт, что тренеры были уволены именно из Минска и из Атланта, в общем-то, не является сюрпризом. Мы тут посмотрели и поизучали всю статистику по увольнениям тренеров за вот эти четыре слившим сезона и убедились, что ничего удивительного в этом нет. Давайте посмотрим на вот эти цифры в каждый из сезонов. Видите, что пик пришелся на осень 2010 года, 7 отставок больше всего, а вот после этого начался такой спад. И в прошлом году, как и в этом, всего две смены тренера за первые два месяца. Следующие цифры вот нам о чем говорят, что всего за эти четыре с небольшим сезона было отставок в командах, которые не попадают в плей-офф. В семнадцать, то есть три было отставки в командах, которые попадали в плей-офф, это в том числе вы, Федор Леонидович, в свое время. А потом в плей-офф попали лишь семь из этих семнадцати, без учета вот Минска и Атланта, потому что мы не знаем, как у них все сложится в этом году. А вот показательный момент, что всего за четыре-пять неполных сезонов в Минске было семь главных тренеров, в трех командах по шесть, в Атланте было пять, это без учета исполняющих обязанностей, то есть без учета Уваева и Смирнова, если приплюсовать их, здесь тоже будет семь. И именно Минск и Атлант славятся тем, что увольняют тренеров именно в первые два месяца. Три раза они это делали за пять лет, вот пять сентябрей и октябрей этого сезона. Так что Минск и Атлант, видимо, это такие места, где очень сложно, и каждый тренер, который подписывает контракт с этим клубом, должен быть готов, что осенью что-то может с ним произойти. — Геннадий Иванович, вас хочу я спросить, как человека с опытом, ну как приглашения тренеров, так и увольнения, соответственно, главных тренеров для вас, что является показателем того, что может быть пора, пора отправлять главного тренера уже в отставку? — Ну, вообще это очень редко. Вот честно я вам скажу, что для генерального менеджера отставка тренера — это самое большое потрясение. В сезоне. Кадровое. Потому что игроки приходят, игроки уходят. И как бы ты, что бы ты ни делал, ты, определившись с главным тренером, и проведя подготовительную работу, отработав предсезонку, войдя в сезон, ты понимаешь, что прекрасно, что будут спады, будут подъемы. И единственное, что спады затягиваются, но все равно это, ну как бы ты делаешь общее дело. И самый большой стресс — это когда увольняется тренер. Я вам скажу, что за свою жизнь, такую долгую, я, в принципе, участвовал непосредственным образом. Инициатором было один раз увольнение тренера — это Дэйва Кинга. А остальное — это, конечно же, то же самое, я думаю, что и в Атланте. Не все зависит от менеджмента. То есть это прежде всего зависит от хозяев. От хозяина клуба. И хозяин, конечно же, окончательно играет последнюю скрипку. Быть тому или иному тренеру или не быть. А, кстати, кто был инициатором того, что Федор Леонидович больше не работает в Магнитогорске? Вот тот момент, когда сняли Кинга, Федор Леонидович работал его помощником. И вот тот момент, видите как, ну все было правильно. То есть правильно и Виктор Филиппович посчитал, и наш руководитель. И вот правильно поставили на Федора Леонидовича. И мы стали чемпионом. А в этом году почему не поставили? А в этом году, ну я не знаю, мы наверное уже говорили об этом в прессе. Можно сказать, что в этом году, прошлый сезон, вы знаете, был тяжелый. И в конце прошлого сезона сменились менеджеры в Магнитогорске. Ну вот в частности мне пришлось, ну не пришлось, наверное, а я рад был, что мне предложили, попросили вернуться. Я вернулся. И это просьба была руководителя собственника клуба вместе с главным тренером. Тоже не скрываю, что Федор Леонидович просил, чтобы я пришел в клуб. И перед нами была поставлена задача пройти. Помните наше сложное прохождение Бориса. Но оно сложное было, ну знаете, ну такое очень эффектное. То есть подряд четыре победы было. Три победы подряд, все три победы в овертайме. И после этого просто хозяевами клуба и в частности президентом клуба задача была поставлена нам, что мы должны были пройти Омск как этап определенный. И проходя Омск, было гарантировано то, что тренерский штаб в полном составе будет работать. Но, к сожалению, мы очень это хотели, очень старались. Но вот так получилось, что чуть-чуть не хватило. И были объективные причины у нас там. Болячки появились. Поэтому, ну так случилось. Геннадий Иванович, но вы же... Федор Леонидович правильно сказал. Тренера берут на работу, как, впрочем, сейчас уже и менеджеры. Хотя гораздо реже, наверное, менеджеров увольняют. Но тренера берут на работу, чтобы уволить. Вы же приносите список господину Рашникову из тренеров. Если у вас там списки будут условный Карлсон, Хейкель и Шевченко, то вы убедите Рашникова, чтобы назначили Шевченко. То это же ваша вина. То есть Рашников не может знать, какой Шевченко тренер, какой там Морис тренер. Это же ваша зона ответственности. Я про это и говорю. Карлсон, там губернатор, не знаю кто, вице-губернатор. Ну, конечно, конечно, тут ты прав, Алексей. Вот речь об этом. Я ни в коем случае не говорю, что менеджер не имеет права, не может отвечать. Он обязан за это отвечать. Так же, как он, любой человек отвечает за просчеты. Так же, как любой человек получает премиальные или благодарности за победы. Мы видим в Атланте, что Густавсон, Карлсон, вот сейчас Смирнова не трогаем. Густавсон, Карлсон. Две ошибки подряд. И это же не мог вице-губернатор сказать, давайте Густавсона или давайте Карлсона. Он узнать не знает, я уверен. Мы-то Карлсона никто не знал. Ну, наверное. Да, кстати, вот если мы об этом заговорили, Пол Морис, я так правильно понимаю, ударение же ставится на второй слог. Пол Морис, откуда он взялся? То есть, где вы его нашли? И вы ли его сами нашли? Кто-то вам его посоветовал? Как вы убеждали именно его назначить? Ну, мы много спорили. И вы помните же, у нас был очень длительный этап после того, когда закончился чемпионат. И Федор Леонидович как бы пытались. И мы думали, я думал, пытался. Был вариант. И хотели оставить Федора Леонидовича. Но вот мы вместе с руководством клуба, с Рашниковым, смотрели всех кандидатов. И ведь могли бы вот так вот стукнуть кулаком, сказать, мы брились на лысо вместе, давайте оставим человека. Ну, пытался. И думаю, что стукал. Я думаю, что Виктор Филиппович, если видит эту передачу, он вполне подтвердит, что да, было такое, было до стука. Просили. Очень просил и доказывал. Ну, были варианты, моменты. И решили так, что давай так, давай мы еще раз пойдем на эксперимент. Давай мы посмотрим, вообще, просто посмотрим рынок тренерских кадров. А почему Северная Америка, например, не Европа? И Европа была в том числе, и Хейкеля был в том числе, я вам скажу откровенно. Боже мой. И много было. И с Хейкеля я разговаривал, и разговаривал с чешскими тренерами, и разговаривал с канадскими тренерами. Многими, с двумя встречался. Кто-то был, кто именно убеждал вас, что давайте сделаем ставку на этого человека? Ну, меня никто не может убедить. Убеждали. У каждого тренера, как правило, сегодня есть агенты. Конечно, каждый агент раскладывал плюсы и минусы. Я встречался с российскими тренерами. Мы делали достаточное количество интервью. Я вам честно скажу, изо дня в день, два месяца занимался только тренерским кадром. Только. Летал частенько в Москву, в Европу. Встречался с... Могу же назвать кандидатами. Те кандидаты, которые были. Это и Дак Шеден из ЦУГа, с которым общались. И уже вот-вот-вот должны были там... Это был и тренер в Швейцарии, сейчас подписал он в Канаде. Боб Хартли. Тоже у Боба Хартли огромное желание просто было приехать. Вот как ищут тренера. Два месяца, звонки, переезды, разговоры. Интервью. Интервью. То-се-тут. Я думаю, что вы выслушали бы... Вот папа... Была наработка огромнейшая. Да. Последний, последний, буквально вот последний перед принятием решения мы две или три встречи провели с Рашниковым. И мы буквально вот каждого профайла мы просматривали, откладывали. И Пол Морис попал как бы отдельно. Он у меня лежал первым. И Виктор Филиппович его отложил в сторону. И когда вот мы все просмотрели, я ему говорю, это самое, Виктор Филиппович, как вот вы что-то отложили? Он говорит, ну это, я думаю, сложно будет этого человека взять, потому что 15 лет, и ни разу он в помощниках даже не был. То есть только главным тренером это было бы, наверное, слишком хорошо. Я говорю, ну вот видите, вы отложили. Я тоже его первым положил. Как бы давайте так, раз уж так у нас совпало, ну давайте попробуем стукнуть по этой точке. То есть это был... В тот момент Пол Морис не знал о нашем разговоре. Это просто был момент, что вот из наличия, то, что есть сегодня, вот как мы считаем, оцениваем по оценкам специалистов, лучшее сегодня. Да, ну и почему Северная Америка? Ну потому что пройдя русских ребят, мы понимали, что мы в конце концов придем к русским, но еще некоторое время надо прожить, год-два, потому что плеяда сейчас подпирает очень так серьезно молодых тренеров. Что европейские, мы вроде как, ну вот финны, ну посмотрели финны, да? Ну кто-то лучше, кто-то хуже. Все. Я думаю, что российский хоккей финскими тренерами практически насытился. Я думаю, теперь вот это число, которое есть финских тренеров, это было максимальное. Теперь с каждым годом количество финских тренеров будет снижаться. Я думаю, что теперь и не будет вообще расти количество иностранных тренеров. Мне кажется, что сегодня, вот мы уже подошли буквально, наверное, следующий год, может быть, через год, когда вновь вернемся к нашим молодым русским тренерам. Ну и в силу вот этого всего приняли решение, что да, канадский, североамериканский рынок, американский, канадский, ну менее так исследован, меньше всего работали, потому что, ну, был у нас Дэйв Кинг. Ну, Дэйв Кинг, да, это хороший человек, но человек, который уже долгое время не работал. Человек, по сути дела, уже, ну, немножко не из того времени. Хотя это уникальная личность, это очень хороший тренер. Писатель? Не он писатель, он просто писатель не Дэйв Кинг. Писатель, человек с чешской фамилией, который живет в Америке, который пытается там, ну, не об этом речь. И вот когда мы вот так вот думали, и мы нашли этого человека, что из всех вот тех, кто свободен на сегодня, потому что о локауте, в принципе, речь так велась, но она не была конкретизирована. И мы понимали, что просто так назвать тренера североамериканского, который находится при должности, ну, это бесполезное занятие. Назвать тренера, который в АХЛ и тоже на контракте, ну, тоже как бы не очень. То есть надо искать свободных. А из тех свободных, кто был, это были, в основном, помощники, это тот, кто прошел АХЛ, тот, кто пришел на пенсию. А Пол был главным. То есть он, их было двое. Пол Моррис, практически двое. И это был Тад Ренни, да? Звать Ренни точно, а Тад, это с Нью-Йорк Рейнджерса. Это тот тренер, который обыграл нас, когда мы играли на Кубок Викторий. Да, он был главным тренером в Нью-Йорке. Вот он тоже был свободен. И то есть мы начали выбирать между этими тренерами, но почему-то сошлись на поле. И вот после этих двух месяцев, еще два месяца надо было поработать с Полом, чтобы подписать этот контракт. Два месяца практически, без малых дней. Я хочу домороченного российского тренера Федора Конорейкина спросить, а вы-то вот как сейчас себя ведете, чтобы вернуться снова в обойму? Агент, может быть, тоже у вас есть? Или каким-то другим способом вы пытаетесь напомнить о себе? Вы знаете, веду себя активно. Первое, то, что сам играю в хоккей. Есть команда. Но это не способствует явно назначению. Вы знаете, мы не повлияем на эту ситуацию. И мне кажется, это еще раз доказывает, что не мы выбираем, а нас выбирают. Это первое. Леш, а может быть, мы сейчас с тобой предложим? Вот есть варианты у нас уже Атланты и Динамо Минск. Пожалуйста. Это надо еще сборной Беларуси брать. Это сложно. Я как бы как человек, который очень давно и хорошо знаю Федора Леонидовича, готов. Я думаю, что Федор Леонидович, нынешний менеджмент, вряд ли они согласятся работать. А в Минск могут меня назначить. Сейчас программу посмотрят и пригласят. Там пальцем небо. Генеральный менеджер. И уверен, что мне найдут работу вратарем. Тренерам вратарем. Тренерам вратарем, да. Но может быть, в ноябре еще какие-то посты освободятся. И может быть, какие-то отставки случатся, которые вам принесут работу. Мы можем, кстати, попрогнозировать сейчас. Нам ничто ведь не мешает посмотреть еще на те команды, которые, может быть, где-то в конце турнирной таблицы находятся. Посмотреть на тренеров. А не обязательно смотреть в конце. Могут быть в начале. В конце они более терпеливые, чем те, кто в начале. Особенно в середине. Венер Сафин, Салават Илаев. Как вы считаете, может быть отставлен в ближайшее время? Потому что Салават Илаев в плей-офф уже не попадает. Уже девятое место лишено на востоке. Да, попадет Салават Илаев в плей-офф. С Сафином или без? С Сафином. С Сафином? Я думаю, да. Мне тоже кажется, что Сафин не тронут. Потому что все им довольны. И понимают, что у них сейчас команда меняется. Вряд ли его уволятся. Хорошо. Вот у нас еще один представитель команды «Новичка». Юлиус Шуплер. Главный тренер Донбасса. Пока что аутсайдер Запада. Юлиус Шуплер доживет до конца сезона. Про плей-офф сложно говорить. Я тоже думаю, что Шуплер доживет до конца сезона. В принципе, люди в Донецке достаточно адекватные. Я буквально сегодня ночью из Донецка вернулся. Очень взвешенно они подходят к этим всем вопросам. И к тому же уже они не аутсайдеры, а уже в зоне плей-офф. И я думаю, что Юлиусу дадут в Донецке. Юлиус доработает до конца. Мое предположение. Ну да, тем более они обыграли вас. Ну да. Тем более они нас обыграли. Я поставлю на то, что Юлиус не доживет. Хорошо. Давайте посмотрим на следующего специалиста. Это Андрей Сидоренко. Спартак Москва. Спартак выиграл у автомобилистов очень крупно на этой неделе. Может быть, благодаря тому, что странная история с визами. Не играли иностранцы. Но Спартак – это команда, от которой всегда болельщики очень многого ждут. Пока, наверное, Андрей Сидоренко не очень их радует. Это что у нас, кандидат на отставку или нет? А вот Сидоренко, вот вы главный тренер. Сидоренко может повлиять на Бранко Радиовича, у которого 0,6? Это разве главный тренер виноват, что у него нападающий, самый дорогой, лидер клуба играет с 0,6? С трудом обогнал Бобровского по очкам. Вот Бобров, отходит пока от него. Здесь, знаете, такой неоднозначный момент. В общем-то, подбирается игрок, подбирается по стиле команды. Радиович был возвращен опять в Спартак. Это не первый его приход. Другое дело, почему он сейчас не является лидером. Это уже кухня спартаковская. А вот в этой ситуации кто виноват? Тренер или игрок? Тренер должен пробовать раскрыть игрока. А то, что не приносит сейчас результат, здесь, наверное, в купе уже все идет. Это все не прогнозирует. Это относительно, да. Абсолютно. То есть, сегодня вот мы сейчас сидим, откроем новости, придем, а там главный тренер Акбарса уволен. Это может быть все, что угодно. Давайте мы на грустной ноте для Акбарса потенциально будем закруглять наш разговор. Я говорю спасибо Геннадию Величкину, Федору Конорейкину и Алексею Шевченко за то, что пришли к нам сегодня. Второй месяц континентальной хоккейной лиги этого сезона заканчивается. Лига растет, вместе с ней растут и руководители, и тренеры, которые перестают так часто увольнять главных наставников, как это было раньше. Я думаю, это можно считать главным итогом, вот одним из главных итогов тех месяцев, которые у нас сегодня произошли. Меня зовут Андрей Юртаев, это была программа Лига по скриптам. Смотрите нас по воскресеньям на телеканале КХЛ. Счастливо.